Привет, друзья! Добро пожаловать на канал The Game of Books. Меня зовут Гарри и я вновь пришел к вам с книжными новинками. Да, эта рубрика у меня никогда не кончится и в основном, наверное, на канале только этой будет. У меня тут два прекрасных бокса. Одно от издательства АСТ, а второй бокс от издательства Бомбора. Выглядит, конечно, просто бомбически. Лицо на пакете молока. Кэролайн Б. Куни. С фамилией автору не очень, видимо, повезло. Но, блин, бокс выглядит просто бомбически. Чтобы вы понимали, это не наклейка, а просто уже печать такая качественная на коробке. И еще несколько новинок разных уже издательств. Давайте начну сразу как бы к делу. И мы распакуем эту красоту от Бомборы. Теперь, кстати, они будут выпускать очень часто книги по остросюжетке. То есть про серийных убийц и художественные, и true crime. В общем, будут радовать нас. Первым я вижу, конечно, книжка. Вот она, супер обложка. Немножко побилась-убилась. Выглядит очень стильно и очень красиво. Не терпится уже начать читать шрифт. Тут, кстати, довольно крупненький. Бумага хорошая. И пахнет вкусно. Что у нас тут? Жизнь 15-летней Дженни разделилась на до и после. В день, когда она увидела на пакете молока объявление о пропавшей девочке. Семья потеряла трехлетнюю малышку в торговом центре 12 лет назад. Улыбка, волосы, платье в горошек. Это было детское фото самой Дженни. Вообще, серия очень крутая. Надеюсь, что... Она, кстати, я так понимаю, что сама серия будет называться «Лицо на пакете молока», а не просто название первой книги. Потому что в Америке на самом деле пропавших людей искали так, что их фотографии лепили на пакеты молока. В ближайшее время прочитаю, расскажу. И у нас тут в боксе еще вот такая вот коробочка с какими-то вкусностями. Я тут вижу кофе, маршмеллоу, тростниковый сахар и, по всей видимости, какао. Очень красиво упаковано. Спасибо издательству Бомбора. Нравится мне, когда издательства делают подобные боксы. Это настолько приятно получать факт. Но красиво выглядит. Аж потом жалко распаковывать. Ладно, переходим к издательству АСТ. У них вот такой вот боксик. У меня, кстати, есть подобная коробка. Уже в ней хранятся открытки. Теперь прибавилось еще одно. На самом деле, я знаю, что здесь находится. Я не очень хотел эту книгу. В итоге решил дать шанс, потому что... Сейчас скажу, почему. Вот у нас такой вот сверточек. Мы открываем. И там шальная импер... Так. Ой, даже тут открытки какие-то есть. Ладно, я все это не видел. Ну, сначала покажу книжку. И там Паула Куэлли Лучник. Иллюстрации Евы Эллер. Вот такая вот обложка. Книжка вот такого маленького формата. Ну, кстати, бумага очень даже ничего. Девной вкусно пахнет. Ну, текст, конечно, просто халтура. Тут, наверное, чтение на полчаса. Еще и иллюстрации много на всю страницу. В общем, здесь примерно 150 страниц. Огромное количество иллюстраций. Пустых страниц. И даже там, где есть текст, его просто минимум. По поводу Паула Куэлли. Прежде чем продолжу показывать вам бокс, скажу несколько слов. Вообще, мое погружение в книжный мир. Я начал, скажем так, собирать свою библиотеку. Полюбил чтение. Началось с того, что я уже рассказывал. Я прочитал первую книгу. Это был роман Стивена Кинга «Мизери». И первые, наверное, книг 15-20, которые я читал, это был ассортимент, который продавался в Ашане. И чтобы вы понимали, первые, наверное, полгода я читал только Стивена Кинга и Паула Куэлли. Вы видите, насколько контрастны эти жанры. Просто вот Кинг и Куэлли. Тогда меня это не останавливало. Но со временем у меня появился вкус. Я понял, что Кинга не зря я пою любил. А по поводу Паула Куэлли, ну, не хочу обидеть фанатов. Это, как бы, я понял, что совершенно не мое. Но раз уж у него вот такая вот маленькая-небольшая новинка вышла, маленькая-небольшая, ага, опять отлично формулирую свои мысли. В общем, я решил дать автору просто маленький шанс поностальгировать и все-таки прочитать эту книжку. Так-то, скорее всего, другие книги я не захочу не собирать, потому что их вроде как тоже буду переиздавать в красивом оформлении. Ну, посмотрим. В общем, понравится. Вдруг сейчас вот возьму и поменяю свое мнение и скажу все-таки, что лучник — это хорошо. Полчаса чтения максимум. Я думаю, что сегодня же вечером прочитаю. Так, внутри еще красивые открытки. Я так понимаю, просто это иллюстрации из книги. Я бы не сказал, что эти иллюстрации очень уж красивые. Да простит меня иллюстратор. Так, что это? Здесь, походу, стикеры. Да. А здесь написано... Ой, слушайте. Тут написано «Привет, Гарри». Откуда они знали, как меня зовут? То есть этот бокс был составлен специально для меня. Вышла новая книга Паула Куэля. И мы рады тебе ее подарить. В общем, так. Меня зовут Наталья. Я новый бренд-менеджер редакции. Спасибо, Наталья, за этот бокс. И простите все, что сказал до этого про Паула Куэля, но мне не свое. Я не поменяю. Возможно, не поменяю. Ладно, мы приступаем дальше. В этом боксе вот такой вот сверточек. Господи, как я все это обожаю. Мне так жалко все это потом вот так вот неаккуратно распаковывать. Так, в общем, можно же вот так сделать. Что я парюсь? И у нас тут написано... Ой, я так понимаю, это анонс ближайших новинок, которые выйдут в издательстве, ну, как бы, АСТ Мейнстрим. Книжки из Ватпада. То есть это сам издат. Который, точнее, сам издат. Господи, это просто книжки, которые авторы публиковали бесплатно на Ватпаде. И теперь будут издаваться издательством. У нас тут Орлеан, Лия, Стефи. Что, есть что-нибудь? Так. В общем, как неудобно. И тут, наверное, первые несколько страниц, да, книжки. Почитаем мы это все потом. На самом деле нет. Так, будь собой стикеры. Это то, что, скажем так, всегда нужно. Я ими чаще всего пользуюсь. Отмечаю, потом выписываю все, что мне нужно. И снимаю стикеры, ставлю книжку на полку. Вместе со стикером я почему-то книги... Мне жалко ставить так на полку. Я как-то смотрю, это не очень красиво смотрится. Поэтому это так. О, у нас тут Озон. Теперь мы знаем, где АСТ закупаются. Ништяками для своих боксов. Отдельная реклама. Так, у нас тут ручка с кактусом. Прелесть. Обожаю зеленый цвет. И значок с короной. Так, Кися, а ты что тут копать собралась? Возможно, ты тоже не очень любишь Павлу Куэлю. Но срать в его бокс, точнее в эту штуку от его бокса, не надо. Короче, значок с короной. И мы идем дальше. Ой, много бумажек. Эксклюзивное сотрудничество. Мейнстрим и Ватпад. Ну да, как я понял, сейчас очень много пойдет именно такой рекламы. Так, мы издаем книги, впечатления от которых хочется разделить со всеми. Ну, тут чьи-то автографы. Чьи непонятно. Ну ладно, мы идем дальше. И тут еще в коробочке больше ничего там нет. Находится еще одна книжка. И я так понимаю, что это первая новинка как раз-таки из Ватпада. И у нас тут Изабель Ронин. Ронин. В погоне за Алой. 18+. Международный феномен. То есть, серьезно, 254 миллиона человек прочитали эту книгу. Я просто представил себе в голове тираж. Если бы они читали в печатном варианте. И немножко ахнул. Но обложка, кстати, выглядит очень даже симпатично. Я не буду относиться прям скептически. Потому что в этом году я решил чуточку больше внимания уделять и сам издату, и отечественным авторам. Пока надо выяснить, в каком жанре эта книжка. Если это что-то про просто любовь. Хотя, скорее всего, именно про это. То когда-нибудь я, может быть, доберусь. Опять вру. Ну, ладно. Давайте перейдем уже к более интересным новинкам. И начну я опять с отечественных авторов. Опять вернемся к не особо интересным авторам. Я был не так давно в гостях у издательства Литрес. Они начали тоже, кто не знает Литрес, это приложение с электронными книжками и аудиокнигами. И они с недавних пор начали выпускать книжки в печатном варианте. Все свои хиты. И, как бы, пообщавшись с ними, я увидел у них на полочках несколько новинок. Первым делом, естественно, захотел себе в коллекцию. Почему бы и нет? Как оказалось, я узнал об этом буквально недавно. Книги у меня лежали неделю уже, наверное, 3-4. И только случайно открыв, я понял, что я стащил у них одну книжку с автографом. Потому что здесь написано любимому читателю от автора. Прелесть. Дополнительный бонус. В общем, у нас тут Тимофей Царенко. Три сапога пара. Но это какой-то цикл. Я облажался. Так, синий значок. У нас тут, кстати, тоже обозначение жанров. Это означает фэнтези. Грустно, что это цикл. Дальше. Андрей Васильев. Хранитель кладов. Это тоже цикл. И тоже фэнтези. Обложки, конечно, не скажу, что мне очень нравятся. Единственная обложка, которая у них очень круто вышла, это вот. Автор у нас Алексей Осадчук. Подземелье кривых гор. Это тоже часть первая. И тоже фэнтези. В общем, я думаю, что в ближайшее время, наверное, что-нибудь из этого я прочитаю. Чисто ради эксперимента посмотреть, понравится или нет. А так, в конце августа, так как я являюсь экспертом электронной буквы, это премия, организованная издательством Литрес, мне придется читать очень много рукописей отечественных авторов. Так что в любом случае придется во весь этот мир погрузиться. И здесь у меня еще сборник рассказов «Поехали». Качество очень даже хорошее, но я рассказы не очень люблю. Не знаю, тут приступлю или нет. Но раз уж тут победители, значит, этот сборник должен состоять из лучших. Ладно, все. Теперь, наконец-таки, перейдем к более хорошим новинкам, скажем так. И на очереди у меня госпожа Ким Джи Йен, рожденная в 1982 году. Автор Тенем Чжу. Такая вот красивая обложка. Прям очень тоненькая книжка. Тут буквально меньше 200 страниц. Довольно крупный шрифт. Издательство «Эксмо». Я уже говорил, азиатские авторы меня просто покоряют с каждой новой прочитанной книгой. Поэтому, как только я вижу подобного автора, мне сразу хочется прочитать. Здесь какая-то очень тяжелая история. Судя по аннотации, здесь главная героиня является прототипом любой современной южнокорейской женщины. И сталкивается с огромным количеством гендерной дискриминации. В общем, дочитывать аннотацию не хочу. Знаю, что здесь очень тяжелая история в ближайших планах. И тогда уже расскажу. Но оформление очень нравится. Так, мы идем дальше. У меня тут Рэй Брэдбери «Марсианские хроники». Я уже говорил, как сильно я не люблю Рэя Брэдбери. Все, что я у него читал, это где-то 5-6 книг. Все мимо. Даже его большие хиты «Виной за дуванчиков». Что еще там было? Не помню, что еще. А, 451 градусов по Фаренгейту тоже не зашло. И все советовали мне как раз-таки сборник «Марсианские хроники». Да, у меня эта книга есть в других оформлениях. Но я просто захотел себе новую книжку. Вот с такой вот обложкой. И почему бы и нет? Вот как раз-таки распробую, если доберусь. Так, дальше у меня идет... С чего бы начать? «Семь сестер», «Сестра жемчуга». Это уже раз, два, три, четыре. Четвертая книга цикла. Вот с такой вот красивой желтой обложкой. На самом деле это брак типографии, потому что у меня подарочное издание. Видите, цветной срез, он розовый. И обложка должна была быть розовой. Но что-то попутали, и весь тираж вышел желтеньким. И, кстати, такое оформление мне нравится гораздо больше. Отправляется на полку. Читал только первую часть цикла. Она мне очень понравилась. Вторая была немножко скучно. Я ее забросил. И вот дождусь, пока появятся анонсы следующих частей. Точнее, нет, соберу все части. Вот тогда и начну читать. Но на самом деле здесь еще очень грустная история, потому что в этом году автор скончалась, по-моему, от рака. Это печально и грустно. Она только начала заканчивать этот цикл. Там восьмая книга должна была быть. Но у нее сохранились черновики, и дописывать уже будет сын. Вот. Так. Йен Макьюин. Таракан. Я у Макьюина читал только «Искупление», полюбил автора, и решил собирать его вот в этой вот авторской серии в твердом переплете. И вот последняя новинка – это таракан. Опять очень тонкая книжка, где тоже… А, слушайте, тут вообще меньше ста страниц. И тоже крупный шрифт вот с такими вот отступами. Ну, почитаю. Так. Очередная новинка в серии «Интеллектуальный бестселлер» «Первый ряд». Я решил все-таки докупить все оставшиеся книги в этой серии. Ее закрыли. Да, это грустно-печально, но почему бы тогда не собрать все, что есть? У меня тут «Турбулентность» Дэвид Солой. Еще одну книжку я уже заказал на БУВ24, и теперь мне не хватает только «Жутко громко» и запредельно близко в этом оформлении. Ее нигде сейчас не купить, в продаже нет, но я уже знаю, где добуду. Так, отправляется тоже на полку. «Дерево тьмы. Хроники черной ведьмы». Это книжка от издательства «Робинс». Когда я был на Красной площади, на книжной ярмарке, я был на презентации у издательства «Робинс» о новинке «Невермур». Так как типография задержала тираж, новинка не вышла, но нам всем подарили вот эту вот книжку. Если что, это третья часть цикла. У меня на полке есть первая часть, вторую нет. Видимо, придется либо попросить у них, либо купить, чтобы просто на полке лежала трилогия. Читать не планирую. Но от подарка было грех отказываться. Так. «Кризис в красной зоне. Самая смертоносная вспышка Эбболы и эпидемии будущего». Ричард Престон. Это книжка от Альпины. Non-fiction. Я почему-то решил, что, возможно, мне будет интересно про все это почитать. Учитывая нынешнее время, всякие вспышки, эпидемии, это пугающе, устрашающе. И почему бы не вникнуть в это все. Отправляется пока на полку, но почитать я попробую. Следующая новинка тоже от Альпины Паблишер. Это Эйнрайт «Атлант расправил плечи». Это вся трилогия в одном томе и в мягком переплете. Я не представляю, как я буду ее читать, а я очень хочу ее прочитать, потому что, ну, наслышан просто, я не знаю, у меня уже ожидания настолько завышены. Но здесь очень мелкий шрифт. Тут прям, я так понимаю, диалогов практически и нет. Даже если они есть, просто вот... Как прочитать, чтобы не убить корешок? Вот какой вопрос у меня будет теперь стоять. Блин. Я хотел, наверное... Не наверное, а я хотел всю трилогию отдельно, в каждом томе в твердом переплете. Но мы имеем, что имеем. Пока отправляются на полку, но очень хочу прочитать. У меня из классической антиутопии, которую, по крайней мере, все всегда хвалили и советовали, осталась только эта книга непрочитанной. И последняя, это биография Дэми Мур «Инсайд Аут». Моя неидеальная история. Не скажу, что я фанат Дэми Мур и сомневаюсь, что у нее очень интересная жизнь могла бы быть. Вот. Это издательство Бамбора. Но для коллекции захотел. Опять повторюсь, давно не было фразы, а почему бы и нет. Поэтому книжечка просто отправляется на полку. Мне нравится название, мне нравится обложка. И все. В принципе, о чем еще говорить. Вроде все показал, все новинки. На этом, да. На этом у меня все. Встретимся в следующем ролике. Встретимся в следующем. Встретимся в следующем. Продолжение следует...